Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом Элюжей Александр, и сейчас мы вместе с вами поиграем в игру про последний римский легион, которая называется Последняя Римская Деревня. Ладно, давайте начинать, если вкратце, то у нас есть Император. И этого Императора было бы неплохо защитить, хотя нахрена мне в деревне Император совершенно непонятно, но да ладно. Нужно строить дома, различные оборонительные укрепления, армию, разумеется, в общем-то, мой легион, которого пока нету, ну и как-то выживать, добывать деньги. А еще я играю за Маркуса Аурелиса, вот этот чувак с охренительной прической, но он абсолютно бесполезен, он вообще ничего не умеет делать, и я не знаю, зачем он нужен в этой деревне. Ну да, он может ходить и отдавать команды, но и это все? Ладно, давайте и будем отдавать эти команды. Можно было бы нанять сразу тент с лучниками. Но, блин, у меня же нет то у жителей, чтобы я мог из этих жителей делать лучников. И да, эта игра вам напомнит тот же Kingdom стопудово, или, например, вчерашнюю, которая выйдет и сегодня, Wild Age. Так что, да, такое мы видели уже много где и много раз. Ну ладно, тут про Рим, про Легион, это должно быть круто. Мельницу ставить я не буду, на арену я пока пойти не могу, она строится, забавно. Мне бы тут как-то выжить нужно, а не на арену ходить. Ну ладно, баллиста тоже не потребуется. Вот дом, один и второй, думаю, этого будет для начала достаточно. Такс, еще нужно провести некоторые подготовительные ситуации, некоторые подготовительные действия. Сейчас я построю, наверное, все-таки Легионера впервые. Хотя Легионеры, блин, все же Легионеры, да? А как называть тогда пехотинца с мечом и щитом? Ну вообще Легионер, насколько я знаю, вооружен был щитом, мечом и копьем. Да, кстати, копья у меня есть, блин, первая волна. Пока я болтал. Такс, да-да-да-да-да-да-да-да, вот сюда, давай-давай-давай-давай, стройся. Жители могут зарезать раньше времени, мне это совсем не нужно. Мне это совсем-совсем не нужно. Такс, два жителя имеются, нанимаем их. Они уже бегут, сломя ноги и голову прям-таки в это здание. Похоже на какой-то лудус внешне. Но нет, друзья, пускай вас это не обманывает, здесь тренируют гладиаторов. Это школа гладиаторов, получается. Ну и в игре есть очень приятная особенность, можно ускорять время. Давайте так и поступим. Потому что чё-то мои бездельники очень долго бегут. И почему я не могу использовать дома, находящиеся позади? Там реально охренительно большая арена, там много жителей, но они не хотят сражаться. И император сидит не там, не внутри, а он находится здесь. Это странно, император. Тебя поехала крыша. Ну или он просто решил быть ближе к народу. Так, чувачки, давайте-ка вы это, ну, не выдумывайте. Бегите, бегите, на нас слева нападают скелеты. Надо их, вот он, смотрите. Зарубите его. Давай. А ты чё стоишь? Ты чё, охренел что ли? Я не могу сообразить. Какого хрена? Твой товарищ сражался, проливал кровь и... Тратил свои силы, пока ты стоял. Ладно, давайте вызовем следующую волну, потому что, ну, всё равно, жители появляются раз в три волны из одного дома. Насколько я понял из описания, и это, типа, долго. Но можно посмотреть. Так, идём налево. Да, новые жители не появились, хотя я могу проапгрейдить дом. Так, пожалуй, и поступлю. О, ни хера себе, это настоящая вилла уже получается. Где мои бойцы? Вызываем их с помощью трубы. Сюда, быстрей, бегите, ну. Побегай, мужик. Они его не трогают. То есть, силы тьмы атакуют только легионеров и... Давай, бросим копьё. Отлично. Императора. Что ж, это хорошо. А я заработал ещё дополнительные деньжата. Так, мне показалось или погоди? А он не умер? Он убежал, да? Чувак, ну, возвращайся же. Зачем ты убежал? Ты оставил меня одного и... Нет, серьёзно, он убежал? Погодите, давайте вызовем. Я чуть не понимаю. Быть же такого не может, по идее. Так, и давайте лучников построим. Тоже пригодятся. Где этот сволочь? Похоже, друзья, он отъехал в мир иной. А она... Во, могу, могу. Хватает денег на лучника. Сейчас тот чувак из виллы прибежит и... Станет лучником. Ну вот, одного мы нашли, как бы нормально. И когда войны нету, они не реагируют на мои приказы, на мои вызовы. Хотя нет, реагируют. Да, похоже, один умер, и я этого как-то не заметил, не обратил внимания. Плохо на самом-то деле. Плохо, очень плохо. Кстати, вот этот паренёк, что сидит на дереве, это последняя линия нашей обороны. Видать, это мой сынуль, судя по прическе, да? У него есть рогатка, и он будет стрелять в каждого, кто подойдёт к императору и попытается хоть что-то ему сделать. Сорвать с него одежду или потереть ему лысину. Это я его назначил последним стражем нашей империи. Ну и... Так, вызываем всех. Враг придёт ведь слева, да, я надеюсь? Не справа. Лучник тоже никуда бежать не желает. А нет, бежит. Да, 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 мой первый легионер просто помер. Друзья, мой пехотинец просто отъехал. Это грустнота. Самое, что ни на есть, настоящее. Ладно, ускоряемся. Я не знаю, где все. Я не знаю, где враги. Подойдём к императору и будем держать оборону тут. По-моему, враг идёт всё же слева. Но если прошлые два раза шёл враг слева, то в этот раз должен идти справа. Поэтому, может быть, справа. Посмотрим. Ну? Может, вы выйдете уже? И надо бы начать экономить деньжата, друзья. Построить какую-нибудь шахту, лесоруба или ферму, чтобы у меня была какая-то пассивная прибыль. Ибо зарабатывать деньги только с убийства монстров, это довольно долго и неправильно. Вот они, да. Трое их. Брошу копьё бесполезное, которое вообще толком не дымажит. И оно у меня только одно. Представьте себе. Ну, смотрите, калучник это неплохая вещь. Если бы их было несколько... А-а-а, да, его зарубили. А-а-а. Ну вот и всё. А мой пацан стреляет. Молодец, пацан. Пацан, ты молодец. Эй. Жёстко. Как-то это жёстко. Я все деньги тупо потратил на бойцов. И... Да умри же ты, тебя же били, в тебя же стреляли. А я должен стоять просто в стороне и такой, типа... Я смотрю. Я смотрю. Я ничего не буду делать, но я буду смотреть. Так, мне бы... Мне бы что-нибудь бы купить. Но чёрт. Нету больше жителей. Купил себе одного ближника. Всё, на что я способен. Можно отапгрейдить императора. Вот только что мне это даст, я не знаю. Может быть, он денег будет больше давать. Короче, друзья, находимся мы в очень плохом положении. Ну, по крайней мере, я. Всё, что у меня есть, это один несчастный легионер. И это печально. А где новые жители? Ведь они должны появляться раз в три хода. А дома у меня два. То есть должно было их появиться два, а появился лишь один. Может быть, за три хода появляется только один? Это было бы слишком жёстко. Стену! Друзья, может быть, моя ошибка в том, что я не знаю. Я не построил защитную башню. Хотя мне не хватило бы денег и на защитную башню, и на лучников для неё по-любому. Так что нормально всё. Всё нормально, всё хорошо. Мне тупо не хватает людей. О, сколько стоит следующий дом? Я не обратил внимания. Сейчас перепроверю. Девять, да. Кажется мне, что чем больше я прокачиваю императора, тем больше этот император будет платить мне денег. Это единственное, что приходит в голову. Единственное. Хотя император ведь видит, что я защищаю его. Он и так мог платить мне деньги. Ну, потому что, типа, от этого зависит его жизнь. Ну, или жадность, как говорится, фраера сгубила. А император тот ещё фраерок. Не вижу врагов. Ни одного. Так, ну будем держаться здесь, значит. Под прикрытием пацана. Пацан хоть какой-то дэмэдж будет вносить. Это уже радует. Это уже неплохо. Это уже хорошо. Пользы от него, по всякому случаю, больше, чем от императора. Ладно, если бы я играл за императора и давал указания. Но нет, я играю за Марка Урелиса. Где-где-где-где-где? Что-то долго они идут, блин. Мне что-то не по себе, когда так долго ходят враги. А сколько их тут? А-а-а, два скелета и хрен с дрыном. А ещё у скелета есть щит. Это печально. Ну давай, э-э! Дружок! Эй, ну подходи, бейся, ты чего? Давай-ка иди сюда. Он, он этого, ну не хотел воевать. Он не хотел воевать. Офигеть! Счёт как-то жёстко. Так, у меня есть четыре монеты. У меня есть один житель. То есть, наверное, имеет смысл начать заново, потому что... Ну, потому что тут уже всё у нас потеряно, да. Удаляем. Создаём нормал. Да, император. Давайте попробую сделать так. Я сразу улучшу императора. А, это даёт нам второго пацана. Улучшение императора даёт пацана. Ну, чего не ожидал, того не ожидал, скажу честно. Денег больше давать мне не начали. Деньги зависят, скорее всего, от фермы всё-таки. Ну, давайте построим шахту, ферму. Или что-то в этом духе. А, это мельница, а не ферма. Блин, моя ошибка. Так что даёт мельница. Похоже, она увеличивает хп на 10%. То ли императора, то ли моих бойцов. В общем, постройка, по сути своей, в общем-то, бесполезна абсолютно полностью. И это плохо. Денег хватает только на один дом. На, получается, одну тренировочную школу. И одного бойца, всё. Надо было искать лесоруба. Но я не видел тут нигде лесоруба. Наверное, он находился где-то справа. А может, хиллера нанять? Не, хиллера, говорю, лучника. Не-не-не. Бараки. Бараки и дешевле стоят, и как бы, окей. Давай, стройся быстрее. Эх. Ладно, на следующий ход я построю ещё один дом. Денег как раз должно хватать. Ну, беги сюда. А может, ещё императора прокачать? А давайте. Три пацана, это прям жёстко будет, а? Гораздо лучше любого лучника. Это максимальная прокачка, к сожалению. И я понял, почему... Мой солдат не сражался. Нужно было подойти, встать на врага. И только тогда его вызвать, чтобы он увидел врага. Ибо зрение у него очень-не очень. Так, ну не беги туда. Ты же один не справишься. Всё? Да куда же ты бежишь? Что ты не хочешь бежать без моего указания? А то ты, блин, разбегаешься. Ну ты балбес. Ну, реально. Ну, реально. Первый приходит слева, я помню. Да, вот он. И что интересно, меня-то он вообще не трогает. Был бы у меня в руках какой-нибудь топор, можно было бы подойти и подкрасться со спины. И жёстко раскроить ему череп. Но нет. Нет. У меня есть гигантские мускулы, но ничего другого. Жалко. Сила есть, ничего не надо, да? Ну, как её использовать, непонятно. Вот, дружок, давай. Что интересно, оказывается, пацаны ещё и останавливать могут, да? При приближении. Это хорошо. Это очень хорошо. А денег-то мне не дали, эй. А, я же всё потратил на прокачку императора, ёлки-палки. Ладно, следующая волна тогда сразу. Чё ждать? Посмотрим, как пацаны справятся. И исходя из этого, будет понятно, стоит их дальше прокачивать или нет. Ну, в смысле, если я проиграю. Ребята полезнее, чем... Ну, детишки полезнее, чем... Чёртовы опытные легионеры. Хотя они ж не опытные легионеры. Видимо, это обычные крестьяне, которые вот-вот взяли в руки меч и щит. Одели броньку минимальную и... Пытаются что-то сделать. Как, кстати, называется экипировка легионера? Наверняка у неё есть какое-то название, обозначение. Я не знаю. Хотя у каждого предмета есть обозначение. Но в целом, как это называется? Комплект экипировки легионера... Груша или... Не знаю. Банка. Чё, ну? Как же долго вы идёте! Вот, вот, отлично. Приближаются. Я предупреждаю пацаны, готовьте свои рогатки и доставайте камни. Хотя, наверное, вы используете не камни, а орехи выведь на дереве. Откуда там камни? Ёлки. Метёлки. Такс, хорошо, понеслась. Понеслась. Мессиво началось. Давайте, давайте, прям в череп ему прям такие, давай, давай. Расстрелять, расстрелять, мессия, расстрелять. Моего легионера уже опять казнили. Да, с гоблином там так просто не получится. Но, ладно, мы потестировали. На этом, друзья, пока что всё. Такая вот игра. Кому-то она может понравиться, кому-то может быть нет. Ну, по-моему, она довольно милая. Скоротать время неплохо. До новых встреч, всем удачи и пока. Будьте счастливы. Продолжение следует.